Как часто моющие средства не справляются с грязью или пятнами на нашей одежде? Мы используем больше химии, применяем выводители. В конце концов, несем любимую вещь специалистам. Но бывает уже поздно. Обрывок наряда превращается в хозяйственное сукно. Но если отмотать назад и вновь пересмотреть алгоритм критического превращения, можно понять. Мы забыли про еще одно безотказное средство. Коричневый брусок хозяйственного мыла. Наверное, и дома сегодня он есть не у каждого. Но правильно ли это? Далеко не для всех, как выяснилось, хозяйственное мыло – это пережиток советского времени. Многие предпочитают использовать его, а не порошки, в первую очередь, потому что хозяйственное мыло гипоаллергенно. Здравствуйте! В эфире программа «Осторожный импорт». И в этот раз мы расскажем, какого на самом деле цвета должно быть хорошее, эффективное хозяйственное мыло. А также покажем различные его виды, в том числе без специфического запаха. Простой, неприметный коричневый брикет. Самый обычный и бюджетный вариант мытья посуды и даже полов. Но признание он получил, потому что с легкостью отстирывает одежду для малышей. Одежда детей – это самая долгая и тяжелая стирка в нашей семье. Ни один порошок, землю, растения, соки ни разу не отстирал в полной мере, как бы ни обещали герои рекламы. Каждый раз приходилось перестировать, а иногда превращать одежду в домашнюю. Но один раз родители посоветовали застирать пятна хозяйственным мылом. И знаете, даже с белых вещей исчезли пятна травы и красок. Теперь мы и всю свою одежду стираем этим мылом, конечно, если на ярлыках не указано деликатное отношение. Но и это мыло не всегда безукоризненно справляется с поставленными задачами. По большей части, когда изготовлено оно не по соответствующим технологиям, как, например, в этом подпольном цехе. Да, подделывают даже такое мыло, мол, оно самое народное, а значит спрос будет. Организовали мини-фабрику в арендованном складском помещении без разрешения контролирующих органов. В антисанитарных условиях предприниматель производил хозяйственное мыло. Вся продукция распространялась на рынках местного района. Оперативники изъяли 80 тысяч единиц фальсифицированной продукции. На свойства такого мыла никто не давал гарантии. Да и могли ли, если учитывать, что нарушение технологии производства влияет на получаемый продукт, вряд ли оно будет соответствовать нормативам ГОСТа, которые определяют стандарты мыла с маркировкой 72, 70 и 65 процентов. Согласно им, хозяйственное твердое мыло должно выпускаться в виде кусков условной массой от 150 до 500 граммов. Куски должны быть прямоугольными, с четким штампом. При этом на них не допускаются деформации, трещины, твердые инородные включения. Сказано в данных требованиях и про запах, к которому до сих пор мало кто привык. Такие проценты, как 60, 65, 72 – показатели доли жирных кислот. Чем они выше, тем лучше мыло пенится, будет отлично стирать и с легкостью удалит грязь. Если доля уменьшится, оно не растворится в воде как следует, и качество стирки ухудшится. Качество стирки – важная составляющая, за которую этот производитель готов ответить. С этого производства ежемесячно выходит около 500 тонн мыла. На сегодняшний день мы поставляем мыло в каждый регион Казахстана. Кроме этого, мы поставляем мыло в Киргизию, Таджикистан. Помимо этого, мы сейчас на сегодняшний день работаем над китайским рынком. На сегодняшний день у нас есть масса планов и новаторских технологий, которые мы собираемся внедрять уже со следующего года. У нас планы выйти на уровень 100 тонн мыла в месяц, и я думаю, это все достижимое, реализуемое. Хозяйственное мыло имеет антибактериальные свойства, которые являются замечательным противовирусным средством. Настоящее хозяйственное мыло состоит из натуральных компонентов. Из минусов специалисты отмечают только стойкий специфический запах и то, что мыло сушит кожу. Наше мыло делается из чистых и натуральных материалов. Основой нашего продукта считается масло пальмы. Все компоненты соответствуют ГОСТам Республики Казахстан. Наше мыло не только борется с грязью, но и оказывает косметологический эффект. В процессе производства сырье сначала попадает в специальный миксер. Там и начинается процесс изготовления продукта. После этого попадает в цилиндр. Там оно раздавливается и становится однородной массой. В специальной вакуумной камере избавляемся от воздуха внутри будущего мыла. После этого мыло отправляется в отдел пресса. Там оно режется, формуется и упаковывается. Вот так и появляется мыло. Хозяйственное мыло отличается сильно щелочным составом. Именно поэтому оно очень легко справляется с различными загрязнениями, не повреждая ткань. Мыло обладает отбеливающим свойством. Натуральные вещи после стирки приобретают естественную мягкость. А для детских вещей оно просто незаменимо, поскольку не вызывает аллергических реакций. Хозяйственное мыло – стопроцентно натуральный продукт. Оно изготавливается из животного жира, поэтому не оказывает никакого аллергического воздействия. При применении нет особых указаний и мер предосторожности. Сегодня доказано, что моющие средства для посуды полностью не смываются. Даже длительное ополаскивание оставляет на ней слой ПАВ, который очень вредит организму. Поэтому хозяйственное мыло – отличная альтернатива химическим средствам. Хозяйственное мыло у нас является антибактериальным мылом. Он содержит в себе соли натриевых соединений, как органические, так и неорганические соединения. Он предназначен для стирки белья, для мытья посуды загрязненной. Бывают такие моменты тоже. Но ни в коем случае лицо им мыть категорически запрещается. Волшебные свойства этого мыла заставляют людей по всему свету предполагать, что раз уж мыло такое натуральное и многофункциональное, то и для косметических процедур подойдет. Но специалисты предостерегают – хоть мыло и натуральное, но этот щелочной продукт имеет префикс «хозяйственное». А значит, применять его лучше в хозяйственных делах. Хозяйственное мыло рекомендуют косметологи и дерматологи. Почему? Потому что нельзя использовать хозяйственное мыло в ежедневном применении. Почему? Потому что ПАЖ кожи и ПАЖ мыла абсолютно разные, они не подходят друг к другу. Если ПАЖ кожи составляет у нас 5,5, а при ежедневном использовании хозяйственного мыла, то у нас возрастает до 11,1, что пагубно сказывается на качестве кожи. Хозяйственное мыло может вызвать аллергия в том случае, если пациент очень длительное время применяет хозяйственное мыло, то есть каждодневное, ежемесячное, кто-то, может быть, ежегодно применяет, то в таком случае может последовать, что это приведет к аллергической реакции, к дерматитам. Сила маркетинга. На рынке появилось новое удобное средство бытовой химии – жидкое хозяйственное мыло. Производители указывают, что его состав и свойства идентичны твердому мылу. Низкая стоимость и удобная форма использования делают это средство все более популярным. Стоит учитывать, что настоящее хозяйственное мыло физически не может выпускаться в жидкой форме. Мы тоже сталкиваемся с такими предрассудками. К нам приходят клиенты, к мне приходят пациенты. И зачастую многие из них тоже используют хозяйственное мыло. Но я хочу сказать, что да, есть шампуни, которые продаются в обычных супермаркетах. Не всегда они всем подходят, и химии там действительно много. Но хозяйственное мыло – это не вариант. Хозяйственное мыло содержит в себе очень много щелочи, что пагубно сказывается на коже головы. После того, как мы пересушили кожу головы, кожа потеряла влагу, она должна как-то защититься. В ответ кожа начинает защищаться тем, что вырабатывает большее количество кожного сала. То есть волосы становятся более жирными, кожа головы более жирная, более сальная, требует более частого мытья. То есть мы начали лечить эту проблему и усугубили эту проблему. По составу такого средства с твердым аналогом общее только название. Оно содержит токсичные павы, благодаря которым и отстирывает загрязнение. Но назвать его экологичным и гипоаллергенным никак нельзя. Выбирать стоит хозяйственное мыло в брусках и привычного нам цвета.